Всем привет! Я Станислав Иванов и сегодня мы попробуем выпустить второе видео в этом месте и расскажем о том, что произошло в последнее время в ДНД Лиге, в российской в основном. Конечно, немного затронем западную часть, общемировую, ну и, возможно, немножко интересных заключений, событий и прочего. Естественно, первый и самый важный у нас информационный повод, это прошедший ДНД Эпик, первый эпик восьмого сезона, ДДЭП 8.01, Chaos in the City of Splendors. Иначе хаус в городе великолепие, в городе богатство, как называть, как хотите, Waterdeep от этого не становится менее прекрасным и богатым, как бы вы его не переводили. Он прошел сразу в трех российских городах, это Ростов-на-Дону, Новосибирск и Москва. Мы, соответственно, подводили общий итог, с которым можете познакомиться на странице сообщества во ВКонтакте. Там происходило соревнование между различными организациями мира ДНД и такой небольшой итог победила серая сила, Force Grey. Это было достаточно интересно, хотя, учитывая то, что победа не принесла им ничего, кроме радости, ощущения победы, возможно, в том и состоял этот эпик. Сам все эпик мне очень понравился. Он, конечно, пугает некоторых людей, некоторых игроков, некоторых мастеров своей полной оторванностью от того, что происходит в Waterdeepе не только на протяжении вышедшей книги и последних приключений, но и вообще, в принципе, большей части истории забытых королевств своим безумием, своим беспределом, своим абсолютным выходом за многие рамки, которые обычно привычны. Но, как я уже говорил, это в письменном виде. Мне кажется, что именно такой эпик подходит нам для восьмого сезона, для того, чтобы в начале зимы как-то сбросить себя от спинения, уныния, повеселиться, заняться всякой странной, непонятной штукой. И, соответственно, встряхнуться, нормально продолжить играть, искать приключения на протяжении всего холодного сезона, а затем уже встречать весну, лето и тому подобное. Плюс, мне кажется, что это отличный способ был для тех, кто еще до сих пор никак не привыкнет, не свыкнется, окончательно получит какой-то заряд положительных эмоций на восьмом сезон. Но, как говорится, всем угодить не можем, фломастеры на вкус разные, однако, как человек... С точки зрения организации, конечно, нас, как всегда, преследовали в шероховатости. Новый год – это пора сложная, и беспредел был не только в Лоттердипе, но и в славном городе Москва найти помещение, найти помещение, которое не будет пытаться взять твою почку в аренду, найти помещение, в котором будет хотя бы два стола и тому подобное. Я очень надеюсь, и, в принципе, судя по фотографиям, я уверен в том, что два других города, Новосибирск и Ростов, не испытывали таких проблем, потому что у них были какие-то постоянные или привычные площадки. Мы же, как всегда, экспериментировали, и в итоге крест на улицах Москвы, и потихоньку перешел крест на улицах Лоттердипа. Я искренне надеюсь, что последующие наши живые мероприятия, которые будут происходить не в одном уголке, а в нескольких, все-таки будут лишены подобных проблем, и мы снова сможем сделать это по-настоящему вместе, не только обмениваясь мнениями и цифрами результатов. Все-таки то ощущение сопричастности, которое существует, когда ты видишь других людей, пускай на экране проектора, оно лично для меня незабываемо, и я хочу испытывать его снова. Но, конечно, наверное, для этого нужно, чтобы это был не Новый год, или чтобы у меня была лишняя почка. Ну ладно, немножко о будущем. Как, опять же, я говорил в прошлый раз, как я писал, как я говорил некоторым в частных беседах, эпики у нас не кончаются, и на очереди у нас уже следующее эпическое приключение. Приключение, оно известно некоторым людям, это Возвращение Флана, четвертый сезон, немного Врага Шаракса, Зеленого Страшного Дракона, немного Нежити и прочих холодных и не очень приятных объятий, которые, возможно, у вас схватят. Данное приключение будет у нас проводиться онлайн, как уже было с БАФ БЛАД БЕЛОУ. Опыт этот был интересный, хотелось бы повторить, особенно учитывая то, что январь, месяц тяжелый, после новогодних праздников далеко не все приходят сразу в норму. В том числе и, опять же, вопрос в том, где, когда и что это проводить, когда у тебя остается буквально неделя до праздников или неделя после праздников. Это совершенно не то, что ты хочешь решать, тебе привести все остальное в порядок, возможно, себя. Ну и просто как-то мне кажется, что онлайн-формат, он может стать, опять же, объединяющим для жителей разных городов и периодически проводимые там какие-либо игры, такие мероприятия будут хорошим, так сказать, толчком к нашему дальнейшему взаимодействию, в том числе и вживую. Эпик намечен примерно на конец января, мы договорились с Relicone и запись будет происходить на их сайте, поэтому большинство гугл-доков мы сможем нормально сделать столики, всех распределить, всех записать. Соответственно, это будет удобно, красиво, понятно. Общение, соответственно, будет происходить на базе уже используемого канала в Дискорде, ну, голосовая связь имеется в виду, ну, и также задействуем все удобные для вас каналы связи, там, общение, ВКонтакты и прочее. Что ожидать? Ожидать интересных битв, интересных выборов, там также существует система заданий, если кто не знает, соответственно, вы не будете идти по какому-то одному пути, одному сюжету, вы сможете выбрать сами чем заняться. Ну, сразу предупреждаю, в отличие от хаоса в Уотердипе, возвращение флана это все-таки военная операция, поэтому, конечно, можно будет подурачиться, но город спасать надо. А чтобы спасти город, нужно все-таки кого-то бить. Ну, я думаю, все вы герои, как начинающие, так и бывалые, к этому привычные, иначе бы вы не пошли искать приключения. Раз уж мы говорим о приключениях, то сми напомнить, что сейчас в ДНД-лиге у нас идет зимнее событие, зимний фестиваль под громким названием Средизиния, который позволяет всем желающим получить небольшие подарки, которые у нас существуют до 1 февраля. Подарки привязываются к игроку, ну, или мастеру, неважно, человеку. Уже на текущий момент всем членам Лиги доступна свеча, позволяющая сделать короткий отдых и прекрасный зимний лось, который всех любит, никого не бьет и всячески навевает праздничное настроение. Лично я бы себе добавил, что, наверное, когда он бегает, он должен еще звенеть, как губенчики, чтобы совсем ощущение, что он не предназначен для битвы, был в полнейшем. Но, помимо вещичек, конечно, есть еще одна бесплатная приятная неожиданность. Ну, как неожиданность, в принципе, уже известно многим. Это специальное зимнее приключение Winter Splendor, которое вы можете либо купить на Демс Гилде, если вы хотите поддержать автора, либо вы можете получить все совершенно бесплатно на последнем выпуске Dragon Plus, это электронный журнал от издателей и разработчиков ДНД 5-й редакции. Приключения достаточно интересны, связаны с Waterdeep, полной неожиданностей, доброты, участия, а также common magic items. Но, нет, еще не все. Буквально на днях наше сообщество наконец-то посетило первый выпуск давно ожидаемых сиси приключений в новых регионах. Если, может быть, кто-нибудь помнит, летом они анонсировали, что дали части авторам разрешение написать приключения не в рамках побережья мечей или же Лунного моря. Два региона, это острова Муншая и пограничные королевства. Я, на самом деле, больше жду Муншая, потому что это достаточно экзотичный даже для забытых королевств регион, наполненный такой кельтской стилистикой, но, к сожалению, он до сих пор не вышел. Буквально перед видео проверял его, нет. Хотя обещали уже неделю как, но ждем. Но у нас есть пограничные королевства. Регион полный междоусобиц, возможности стать крестьянином повелителем своего маленького баронства, потом быть свергнутым, попасть в тюрьму на темницу на 10, 20, 30 лет, потом быть отсюда освобожденным своими постаревшими детьми и вновь стать бароном, королем и еще каким-то, ну и изгиб безвестности. Конечно, в рамках Лиги все это преподносится немножко иначе. Как вы понимаете, сказать, приключения везде нужны, особенно в тех местах, где все постоянно меняется, бурлит, горит, просит о помощи и всячески не придержит каких-то установленных правил. Вышло сразу 10 приключений. Это много. Обычно выходит по 2-3 или оно растягивается надолго. Так вот, 10 приключений с первого по третий тир, причем есть даже вступительные для персонажей первого и второго уровня. К сожалению, они не идут в плотной последовательности, поэтому у вас вряд ли получится пройти их все одним персонажем, если вы не будете играть что-то еще между ними. Потому что, например, приключение третьего тира, оно сильно отделено от второго тира большим количеством, не хватающего вам опыта. Ну и, в принципе, второй тир тоже от первого. Однако, у вас сейчас есть возможность приписать все это большим пакетом, там даже со скидкой какой-то. Я, хоть и жду муншая, но все равно я нахожусь в некотором нетерпении. Я хочу это все попробовать, я хочу это поводить. Я смотрю на эти обложки, на эти страшные рожи, и я понимаю, что нет. У Ди Си Си Си, которые я давно планировал идти, я хочу вот эту рожу взять и показать своим игрокам, чтобы они думали, что эта рожа будет преследовать их решение своего приключения, а ее там не будет. Потому что, скорее всего, так и случится. Очень редко, когда обложка говорит всю правду о том, что там происходит. Ну, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Так что, я надеюсь, что авторы не подведут. Сделали хороший контент, который будет интересен, насамобытен и отразит всю ту самую особенность флавора этого региона. Тем более, что, наконец-то, хоть какое-то разнообразие от официального издателя. Что нам еще ждать? Ну, и раз уж мы говорим все так же о приключениях, давайте поговорим о восьмом сезоне. Он уже привалил за несколько месяцев, уже вошел во второй тир крепко, надолго, до третьего тира. А третий тир будет, четвертый тоже будет. Если вы еще не смотрели, на официальном сайте Лиги выложено полное расписание выхода всех модулей восьмого сезона с первого по четвертый тир. Соответственно, нас ждут трилогии о четвертого тира и неожиданность. В рамках нового сезона, как вы знаете, немножко изменился шаблон приключений. Соответственно, обычное прохождение сменилось в волнении в отдельных задач. И приключения первого и второго тира, они у нас стали не двухчасовыми или четырехчасовыми, или непонятно сколько часовыми, а двухчасами с возможностью продления до четырех часов. В принципе, это весьма удобно. Я теперь могу варьировать проведение некоторых включений от двух до более часов, при этом не чувствуя себя каким-то страшным тормозящим мастером, который не успевает ничего. Так вот, третий и четвертый тир будут от четырех до шести часов. Соответственно, все те, кто любит садиться, за одно приключение, играть его, играть, играть, а теперь ваши мечты, которые наверняка есть в ваших душах и в ваших головах, они выполнены. Если вы хотите полностью пройти приключения, меньше чем шесть часов вы там не просидите. И это интересный эксперимент, который, ну, еще предстоит проверить. Хотя нет, вру. Есть одно си приключения, Convasion Created Content, которое относится к Красной войне, третий тир. И там на улицах мастера, сотрясающегося от нападения фракций на Т и Т и на фракции, все действие разворачивается тоже на протяжении от четырех до шести часов. Так что, в принципе, по опыту проведения этого приключения могу сказать, что шаблон работает. И это действительно приятно. И да, четвертый тир действительно будет. К сожалению, уже имеющийся сейчас приключение четвертого тира, связанное с подземелем Безумного Мага, а именно, вторжение планеты Тарасок пока не стало легальным и, судя по комментариям на Фейсбуке, вряд ли станет. Как сказали администраторы, оно чрезвычайно выбивается из общего тона не только кампании, да и, в принципе, всего сеттинга. Если так вкратце, суть в том, что открываются порталы, оттуда лезут бесконечные Тараски, потому что Безумный Маг случайно оказался в их мире и хочет вернуться обратно и отомстить. И, соответственно, теперь герои четвертого тира должны со всем этим дерьмом разобраться. Уже, знаете, попахивает какими-то сражениями с Годзиллами или еще чем-то другим, и поэтому я вполне понимаю, почему оно не стало легальным. Однако, надеюсь, что весной-летом нас ждет что-то еще дополнительное, потому что контента, конечно, для старших окней маловато. Что же касается уже вышедшего, то сейчас есть уже три трилогии, две первого тира, одна второго, и можно подвести очередной небольшой промежуточный итог. Могу сказать, что минимум вторая трилогия первого тира и первая трилогия второго, они удались. Они интересны, они разнообразны, они позволяют проходить себя не исключительно выбиванием дверей, они подают интересную историю. Правда, они требуют от мастера гораздо большего вовлечения в процесс, в том плане, что им желательно все-таки почитать все приключения заранее, и также им было бы неплохо ознакомиться с тем, что происходит в окрестностях Waterdeep до того, как они примутся за эти трилогии. Но, возможно, тем самым автор пытается подтолкнуть нас, делать что-то более интересное, живое, и красно-рисыми мировыми столами, а не просто вращать все это в погоню за результатом. Но я прекрасно вспоминаю тех людей, которые считают, что если уж ты выпускаешь полноценные приключения, то будь добр, дай все необходимые данные в тексте, хотя бы там в рамках сносок, справочного материала. И, в принципе, такие приключения бывали, и отчасти я удивлен, почему их нет в официальных. Учитывая, что они потратили достаточно много времени и сил, чтобы сделать их красивыми, с картинками, обложками и прочим, добавить какой-то справочный материал, хотя бы из официальных источников, которые разрешены, мне кажется, можно было бы хотя бы своими словами написать. В принципе, все, что происходило на текущий момент в Российской линии, искать приключений, я рассказал. И где нас ждет эпик, эпик, еще что-нибудь, новые приключения, новые земли, новые проблемы, новые решения, все новое, старое, короче, много чего. Так что хочу приглашать всех на все игры, которые вам доступны. Играйте, участвуйте, общайтесь, находите что-то интересное для себя лично, находите друзей, находите себе партии, столы, возможность себя проявить, неважно, механический, исторический, социальный, или тем, что вы тот чувак, что всегда приносит пиццу за стол. Знайте, что вы все являетесь теми, кто составляет наше сообщество. И за это вам большое спасибо. Я с вами прощаюсь до следующих встреч на играх, видео, еще чем угодно. Удачи!